Всё остаётся людям. Это не декларация, это название фильма. В моём детстве мама повела меня, потому что я был ещё маленький, и этот фильм ужасно потряс меня, потому что я вдруг увидел, Черкасов прекрасно там играл, и я вдруг увидел, что человек умирает. Ну вот как-то в голову в детстве не приходит, что люди умирают. А тут фильм про то, как человек умирает, и как он распоряжается своими последними днями. Потрясающе. Сейчас уже таких не показывают. Мы с вами на эту тему поговорим, размышляя немножечко над книгой, которую только что читали отрывки, книга Когелет. Рижский пишет о том, что есть несколько текстов в Танахе, которые очень провокативны. Именно так, провокативны. Потому что эти тексты бунтарские. Они идут вразрез с той благообразностью, которая существует в других книгах. Будь то Тора, само собой, Пятикнижья, будь то Пророки, эти книги утверждают то, что никто больше в Танахе не утверждает. Например, когда говорит Когелет, очень такой пессимистичный на вид, на первый взгляд, пессимистичный, размышленческий такой взгляд на жизнь. Здесь Когелет говорит о том, что ничего не имеет смысла в том смысле, что ни на что опереться. Ни на небо, ни на землю, ни на людей, ни на что другое нельзя опереться. Только в самом конце маленькая такая вставочка. Бойся Бога своего, исполни его заповеди, ибо в этом весь человек. Он говорит, что вот это единственная точечка в пространстве и времени, на которую можно опереться. Все остальное он просто развенчивает. Он пытается, и я имею в виду пытается развенчать, естественно, мы стараемся, мы стараемся не очень-то следовать его мыслям. Почему же эта книга такая провокативная, пессимистичная и отрицающая? Есть комментарии, что когда он говорит гевель-гевелим, когда он говорит суета-сует, он перечисляет, там они семь раз насчитывают, что он говорил это гевель-гевелим, суета-сует, он говорит, это семь дней творения. Он отрицает все, включая шаббат, ну, седьмой день-то шаббат. Он отрицает, потому что ни в чем не видит смысла. Мы не идем. Мы спрашиваем себя, почему эту книгу вставили? Ну, ведь так легко было просто не вставлять в тонах. Она была бы апокрифом, она была бы какой-то левой такой неканализированной книгой. Почему же вставили в тонах? И мысль приходит вот какая. Нельзя изображать, это мы с вами знаем по пяти книжам, нельзя изображать героев идеальными. Иначе мы будем говорить, за ними не угонишься, я могу этого не делать, потому что никогда вот так вот хорошо не сделаю. Нет, все герои чуть-чуть с какими-то своими недостатками, с проступками, ну, в общем, есть, есть, так сказать, экскюз для нас, что вот у них тоже есть недостаточки. Я свои недостаточки переборю и стану вот рядышком, ну, не то, что рядышком, конечно, нет у нас такой хуцпы, вот, но буду, так сказать, стараться делать, потому что они для меня примером являются. Вот точно так же наши мудрецы, канонизация происходит около 2-3 века до новой эры, канонизация всех книг, потому что мы их знаем уже в чужих переводах, в это время происходит, и споры еще продолжаются. Даже Шамай и Гилель говорили, а вообще правильно ли сделали, что вставили эту книгу? Правильно, говорит Гилель, потому что Гилель всегда исходит из природы человека. Вот все его постановления о человеке, для человека, Шамай ради закона, ради буквы закона, вот построже немножко. А Гилель говорит, люди слабы, люди все равно будут задавать эти вопросы, они все равно будут искать смысл жизни. Поэтому давайте вставим эти книги, Йов, Притчи, Коэлит, давайте вставим эти книги, для того, чтобы они знали, а, они не первые, кто пытается развенчать, второе, это вставлено священные книги, а значит, ты должен над этим задумываться. Пожалуйста, есть у тебя бунтарский дух, как у наших экзистенциалистов, пожалуйста, вот тебе книга, почитай ее, сформулируй то, что ты можешь сам придумать, здесь уже все хорошо, а потом развенчай сам свое развенчание. Ломкость стереотипа тоже стереотип. Так что, в этот момент, да, мы действительно понимаем мудрость, почему эти книги канализированы. Но мысль вот о чем, которая может нам помочь сегодня, на сегодняшний день. Читая Коэлита, мы видим человека, ну, скажем так, эгоцентричного, не будем говорить эгоистичного, но эгоцентричного. Что он пишет в восемнадцатом пусыке, во второй главе, что он пишет? И возненавидел нас Иона, ненавидит, в общем, до смерти собственную жизнь. И возненавидел я весь труд мой, над чем трудился я под солнцем. Потому что оставлю его, человеку, что будет после меня. А кто знает, он будет мудр или глуп, а овладеет всеми моими трудами, что я трудился. Я вив мудрость под солнцем, ах, и эта суета. Что за характер? Эгоистичный, как вы уже сказали, эгоцентричный, по крайней мере. Он думает своей жизнью. А кто первый, как вы думаете, кто первый задал вопрос? В чем ценность моей жизни? Что мне проку в этой жизни? В чем смысл моей жизни? Когда такой вопрос может возникнуть? В древнем обществе мы с вами действуем, планируем что-то вместе. Мы обязательно говорим мы, потому что нам так легче. Легче строить, легче завоевывать, легче. Мы это вместе. Впервые я появляется в Греции. Героизм. Появляются герои. Они описываются и бунтуют против царей, против богов. Договариваются с богами. Но так или иначе, я становится во главе угла. И вот впервые в истории человечества от общего был переход к я. И с тех пор он нас всех укусил, этот переход. Нет, нет, да и да. Мы задаемся вопросами. В чем цельность моей жизни? Что стоит она? Что стоят мои труды? И только в еврейской традиции, правда, ну не только, конечно, и в других традициях тоже есть. Но у нас это ключевое слово. Мы это ключевое слово. Потому что во всех молитвах, кроме одной утрени, и лагайны, и шамашина, и татаби, Господь Бог, Господь мой Бог, Ты душу мне дал. Мы говорим о себе в единственном числе, потому что мы только что проснулись. Все остальное мы, мы и мы. Потому что нам должно доставлять радость и стимулировать нас, что мы-то как раз конечные. Мы смертные, мы умрем. Но то, что мы с вами делаем, возьмут наши дети. Не дети, так друзья. Не друзья, так другие люди. Наши же братья. Они воспользуются, и они будут счастливы нашими трудами. И вот счастье от тех, кто будет после нас, это и есть наше счастье. Мы с вами бессмертны в поколениях. Мы бессмертны в поколениях. Не каждый по отдельности. А из поколения в поколение мы поддерживаем эту еврейскую жизнь. В нашем случае еврейскую жизнь. И общечеловеческую в том числе, конечно. Поэтому радость от труда. И мы должны с вами, вот как мой брат, я его обожаю, а средний брат никогда не делал плохо. Один художник говорит там, ой, ну я вот это сделал, да, неплохо? Я мог лучше. Поворачивается брат и говорит, мог, почему не сделал? И вот, мне кажется, этот подход ключевой во всем, что мы с вами делаем. Не для себя мы свой труд оставим другому человеку. Как же стыдно будет, если мы сделаем плохо. Делайте все хорошо. Потому что все остается людям. И скажем о ней.